Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с ней в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Проходить старшего бога на горы бешенства тигра. Ну давайте что ли начинать? Только золотые алмазные, Джонни Кейдж Девора, внешний мир. Понял, принял. Начнем с первой башни, только золотые алмазные и перс, соответственно. Ну и давайте возьмем Шаукана и, соответственно, усиляющих его персонажей. Это будет у нас... Как их называют, блин? Коталькан, во-первых, Бог Солнца, а во-вторых, это будет Гора Алмазный. Так что берем их и на Шау, соответственно, нужно надеть какой-то снаряги для увеличения основного урона. От спецприемов. Так, сюда и еще возьмем Кровавый Томогав. Я думаю, так сказать, большую часть боев мы будем проходить с вами как раз-таки за Шаукана. Но я имею в виду не большую часть, а большую часть боссов. Потому что в двух башнях там вроде нужен внешний мир, у нас как раз эта команда подходит под условия прохождения третьей и четвертой башни. Не знаю, я плохо прочитал требования второй башни и последней. Я не знаю, там написано, в вашем отряде должна быть Джонни Кейджи и Девора, или же все-таки... Как сказать-то? Или все-таки именно не в вашем отряде должен быть, а только... Должно быть только Джонни Кейджи или Деворы. Что-то вроде бы должен был запомнить, но что-то не запомнил. Сейчас уже лень в менюшку выходить и проверять, потом уже, когда пройдем с вами этот бой, посмотрим, что там. То есть придется ли нам менять с вами состав нашей команды для прохождения финальной... Ну, менять-то по-любому придется. То есть тут, как ни крути, надо будет использовать... Как его называется-то? Джонни Кейджи и Девора 100%. То есть, либо Джонни Кейджи, либо Девор. Я не знаю, опять же. Если там в вашем отряде должен быть только персонаж Джонни Кейджи или Девора, тогда нам придется играть чисто за Джонни Кейджи и Девор. Но у нас есть Джонни Кейджи ударная группа. Если там будет написано, что в вашем отряде должен быть Джонни Кейджи и Девора, а не или Девора только, то тогда, конечно, я смогу... 131 тысяча здоровья, фигня по сути. Пассивка не особо интересная у него. А если же там написано, что в вашем отряде должен быть... В общем, если написано, что в вашем отряде должен быть Джонни Кейджи и Девора, то тогда можно будет использовать Шалкана. А если же написано, что в вашем отряде должен быть только персонажа Девора или Джонни Кейджи, тогда, может быть, составляется отряд либо с одной Деворой двумя Джонни Кейджами, с одним Джонни Кейджем двумя Деворами, ну и так далее, короче. Либо, допустим, из трех Девор, либо из трех Джонни Кейджей. Сейчас прочитаем требования. И мы как раз прошли с вами этот бой, это было не сложно. Так, забираем свою наградку. Топор палача. Меч обычный. И получается чехол. Итак, смотрим условия. Условия для прохождения второй башни. Только персонажи Джонни Кейдж или Диора. То есть мне не получится пройти шалканом этот же бой. Так, что я нажал? Я нажал изменить, да? Ну, менять мы пока ничего не будем. И сейчас пройдем с вами, скипнем точнее третью башенку. Кроме последнего боя, соответственно. И потом пойдем с вами на вторую башню уже играть за Джонни Кейджов и Диор, соответственно. Поставим себе ударника во главе. Тик-тик-тик. Скипаем, скипаем всю эту тему. Ну и в основном Погора будет наносить урон как раз-таки ударник Джонни Кейдж. Ну, то есть Джонни Кейдж ударной группы. Так, скипаем, скипаем, скипаем. Здесь уже надо скипнуть не 25 и 30 боев. Ну, точнее 29, если быть точным. Поэтому это подольше будет происходить действо. Ну, кстати, сегодня прямо мне нравится, что очень быстро скипаются бои. Обычно они, знаете, иногда еще очень долго почему-то скипаются. А сегодня достаточно быстро это все происходит. Но быстрее, чем обычно, по крайней мере. Тикс. Так, дублер, команда. Два Кану, кстати, в команде противника. Две Сони. А может быть тут в каждом бою по два одинаковых персонажа? Хотя нет, смотрите, вот здесь вот разные. И здесь, по сути, разные. Так, Трэм Марка, но это все меня не интересует. Меня интересует только финал. Так, хорош. Уничтожение, старший бог, все дела. Вот это вот. О, смотрите, Кенши с Девурой. Опять две Сони. И в последнем бою у нас два Кану и Джонни Кейдж. Что-то очень часто в боях встречаются по два одинаковых персонажа. И вот сейчас на самом деле вопрос, что мне следует сделать. Либо рентген использовать, 100% вероятно, если убить противника. Просто если у меня не прокнут криты от второго спецприема, я его не добью. Нужно, чтобы хотя бы один крит прокнул. Мне кажется, мне повезет, поэтому я сразу. Второй прожму тогда. Да, все, один крит прокнул, он уже мертв. Видите? Тут бешеный урон идет. То есть там порядка... Сколько? Ну, 200 с чем-то тысяч, наверное, урона нанеслось, поэтому... У противника шансов выжить не было, если крит прокает. Если бы не прокнуло ни одного крита, то, может быть, бы он и выжил. То есть хоть карта и поддержки. Заодно пройду, получается, сегодня задание на прокачку карты поддержки. Поэтому сейчас можно будет забрать наградку свою. Давай, быстрее выполняйся. Да, еще не выполнил сегодня... Не выполнил все ежедневные задания, но несколько из них уже сделал. Так, и здесь нам нужна Девора и Джонни Кейджа. Давайте возьмем самых сильных Джонни Кейджов, которые у нас есть. Так, это, собственно, будешь ты. Это будешь ты. И, естественно, придется еще взять, походу... Вроде бы у нас Джонни Кейджи больше каких-то особо сильных нету. Придется взять Девору Ядовиту. Ну, а на этого Джонни Кейджа мы наденем с вами сейчас небольшое количество снаряги, чтобы с боссом разобраться по-быстрому. Давайте возьмем все по стандарту, я думаю. Особо здесь мудрствовать и придумывать что-то не будем. Так, я возьму еще, получается, бледную татуировку и, соответственно, последний предмет. Это у нас будет где-то шляпа. В смысле, не шляпа, а шлем. Вот она. Хорошо, более-менее. Кейси мы не можем использовать из ударной группы, соответственно, всяких Сони Блейд для усиления атаки. И, соответственно, всяких Кейси тоже. Потому что условия именно, что в нашем отряде должны быть только Джонни Кейджи и только Деворы. Любые другие персонажи у нас запрещаются к использованию. Ну да, по золоту мы неплохо так сами пролетаем. Но скоро появится новая башня. Анонсировали, кстати, новую башенку. В подкасте можно было об этом почитать. Который вчера проходил, вроде бы, если не ошибаюсь. Новая башня будет башней колдунов. Соответственно, новая бруталка на Шансунга. Снаряжение всякое разное. Новый персонаж. То есть, возможно, это Рейн. А там, знаете, такой забавный момент. Просто анонсировали его иконку. Затененную. Непонятно, кто это. Может быть, это Ермак. Да, потому что, все-таки, если башня колдунов, то вдруг добавят алмазного Ермака. Это было бы клево. Это еще, может быть, Рейн, в принципе, да. Но, с другой стороны, куда Рейна пихать, тогда непонятно. Очень похоже либо на какого-то из нобов Сайботов, либо на Смоуков. Но у нас есть Смоук уже. То есть, либо это, скорее всего, Смоук, либо это Ермак алмазный будет. Либо же это будет, я не знаю даже, кто еще. Может, какая-нибудь старая версия Шансунга. Молодая, точнее, наоборот. Еще более молодая, чем он есть. На это я сомневаюсь, на самом деле. Вот лично мое предположение, что это будет, типа, одним из персонажей Башни Колдунов, именно Ермак. В каком-то легендарном ключе. То есть, алмазный персонаж Ермак. Вполне вероятно. Так, ну и у нас, собственно, Гора. Почти 30 кксов атаки и достаточно много здоровья. Кстати, не такой уж плохой босс, на самом деле. Пока, на самом деле, не понимаю, как я буду с ним справляться на последней башне, скажем так. Ну, я думаю, как-то мы с вами справимся. Так, против нас Гора. Давайте мы сразу его затыкаем своими обычными ударами. Предлагаю просто юзать первый спецприем, особо не париться насчет урона. То есть, насчет того, чтобы заваншотать противника. Потому что он может просто в любой момент рентген использовать. У него нету силы, оно у него бесконечно, по сути своей. Поэтому чисто от его настроения зависит, когда он захочет использовать рентген какой-нибудь. А у него урон от рентгена повышенный. Неохота было бы получить слишком много дэмэджа. И, соответственно, еще смотреть долгую анимацию рентгена. Так, ну три башни у нас пройдены. Давайте проходить уже к полному прохождению двух следующих башен. Начнем с четвертой. В вашем отеле должен быть только персонажи внешнего мира. Ну, поехали. Нам с вами потребуется, получается, это... Персонажи внешнего мира. Поэтому врубаем фильтр на внешний мир, соответственно. И мы не должны использовать Джонни Кейш и Девор. Поэтому надо за этим следить. Ну, соответственно, у нас будут сражаться Шао Кан. Мелина Хищная, Мелина Классическая, Классические Рептилии. Пронизывающая Мелина. Ну и, скорее всего, Черный Дракон Кану. Я думаю, в принципе, вот такая сборочка у нас будет. Так, давайте начнем тогда за Кану. Как за самого персонажа, имеющего меньше всего количе... Меньшее количество атаки. Надо только ему одеть некоторое снаряжение. Так, ну, первым делом я возьму, соответственно, револьверы для пробоя блока. Ну и родное снаряжение Кану для увлечения урона от его комбинаций. Ну и, соответственно, нам еще сейчас пригодится с вами... Так, давайте я фильтры еще на золото и алмаз поставлю, чтобы... Меньше приходилось мотать туда-сюда список. Ну и возьмем, допустим, Шансунга. Возьмем МК-1 Скарлетт. Да, возьмем этих двух персонажей и пойдем с вами в бой. Первый, точнее, пять боев. Так как здесь 30 боев и требуется, получается, две энергии на один бой, то за каждого из персонажей мы сможем провести с вами по пять боев. Главное, случайно, не взять какую-нибудь из Девор. А вообще, сколько у нас Девор в игре есть, так подумать? По-моему, четыре или пять, я уж точно не помню. Ну, давайте посчитаем. Одна серебряная, две золотые, одна из испытаний, одна обычная. И одна алмазная. И вроде бы все. То есть, получается, их четыре штуки. Джонни Кейджи уже, конечно, побольше. Там, Ниндзя Мимс, серебряный, два золотых, один золотой из испытаний, один алмазный, то есть уже шесть получается. Не знаю, назвал я всех или нет. Так, используем особый добивающий комбоудар. Так, Коттелем можно просто забить через первый спецприем. Что за пролаги такие? Алло, игра. Самый ответственный момент еще при том. Как ты выжил? Я не знаю почему, но Эрона почему-то вот этот удар очень часто не добивает. И уже не первый раз-то замечаю. О, еще одна победка, еще одно достижение. Поехали пока дальше. Дух Ермак, Бугрома Рейден, Вампир Шамелина. Окей. Набор снаряжения в магазине дает вам три карты снаряжения. Каждый персонаж может использовать максимум три карты снаряжения для усиления. Кхм, ну окей. В смысле, подождите-ка, каждый персонаж может использовать три карты усиления? Что, простите, разве не четыре алмазные могут использовать? Почему-то мне уточнено, что только золотые могут использовать. Ну, не только золотые, а в том числе золотые. Ну, не в том числе, блин, я даже не знаю. Господи, как ты не сдохла? Как вообще не выживают? Это какая-то дичь. Еще и первый спецприем. Добиваем, собственно, Бога Грома. Не, надеюсь, он хотя бы отвалится от моего завершающего комбоудара. А то чуть-чуть все выживают. Эрон выжил, еще там кто-то выжил. Так, ладно, в принципе, здесь победка. Получаем с вами две... два с половиной косых. Нормальная тема. О, следующий бой. Опять Эрон. Опять он будет бессмертие свое подрубать. Читы свои. Благо, что он очень долго вдупляет, когда ты его убиваешь. Он очень долго тупит и не атакует тебя. Можно из-за этого сразу же его добить. И даже если ты там не сразу нажмишь кнопку атаки, то ты можешь просто ее чуть позже нажать, и типа все норм будет. Я имею в виду, он тупит, если ты совершаешь против него особый добивающий комбоудар. Не знаю, как в других случаях. Наверняка, если ты попадаешь ему в блок, он может даже перебить твою атаку, потому что он достаточно быстрый. Так, поехали. Используем обычную комбинацию здесь. Отключил ему спецприемы и добиваем его. Ермака предлагаю завалить этого таким вот образом. Ну и последнего уже как пойдет. Забьем. Нет, бруталку не получилось сделать. Я вообще не хотел делать сегодня бруталки. Чисто хотел просто проходить, но... Че-то в последний момент подумал, а почему бы не попытаться сделать бруталити. Но, к сожалению, просто не сработал шанс на особый добивающий комбоудар, так бы бруталити завершилось. Потому что у противника явно было меньше... Сколько там? 25% здоровья. Бруталити завершается, если во время завершения... Во время завершающего комбоудара, во-первых, а, у противника будет меньше 25% здоровья. А, во-вторых, если у противника... Точнее, если работает шанс у вашего снаряжения, а шанс он всегда 40%. Ну и плюс, чтобы совершить бруталити, если у вас нету таланта брутального завершения прокачанного, то бруталити работает только на последнего, оставшегося в живых бойца в команде оппонента. Ну, толстенькая такая, да. Блин, еще и особый добивающий, блин, на полтора года, блин, делает на нее. Хотя здесь второй использую, потому что я хочу еще раз попробовать все-таки... Хочу попробовать еще раз сделать бруталити, может, все-таки получится. Да, то, что ты мне силу отнимаешь, чувак, это вообще не важно, на самом деле. И как назло, видите, не работает правый блок, а сейчас... Да, я его добиваю, блин, из-за того, что у меня... После этого три подряд крита вылетает. Понимаю, что я могу сказать. Там достаточно было, чтобы один крит... Ой, два крита вылетело, чтобы я его добил, а там из первой, со второго удара сразу криты пошли. Вот поэтому я в испытаниях и не люблю делать бруталити. То есть, когда тебе встречаются примерно равные по силе противники, тогда да, тогда больше шанс провести бруталити за определенного из персонажей. То есть, какой-нибудь там в войнах фракций, в башнях, знаете, где... Пока у тебя нет крутого снаряжения, там противники достаточно сильные могут быть. Ну, а когда вот ты играешь в испытаниях, бруталки, конечно, проводить гораздо сложнее, потому что противники, они просто отлетают у двух-трех тычек, и ты не можешь никак подобрать нужный момент, чтобы оставить противнику то количество здоровья, которое позволит тебе провести бруталити. О, спецприем-1 отключили у меня. Понимаю. Возможно, у меня сейчас будет работать пассивка, и... точнее, пассивка, особый добивающий комбоудар, я буду быстро силу накапливать. Вот, замечательно. Видите, бац, сразу же одна шкала силы на халяву. Давайте добьем Рейдена вот таким образом. Выходит у нас Мелина, и даже блок, блин, не успел поставить, настолько она быстро атакует. Ну, давай. Да, блин, вот почему я не могу сделать бруталити, просто не работает 40% шанс на него. То есть 40% вероятности должен выполняться особый завершающий комбоудар завершающего комбоудара. Но, как говорится... Вот я не знаю, зачем разработчики это сделали, что, типа, на бруталку есть шанс. То есть они могли бы сделать так, чтобы, допустим, у противника, когда точно остается меньше 25% здоровья, тут точно проводится особый завершающий комбоудар с бруталити, который завершает битву. Но они зачем-то сделали 40% шанс на бруталку только. Не знаю, для чего, правда, ну, типа, ладно, окей. Давайте возьмем следующего бойца. Это будет у нас Мелина. А, у Мелина есть такое же количество атаки, как и у Кану, кстати. Так сейчас я что-то обратил на это внимание. Ну, я думаю, будем брать то же самое снаряжение, которое мы берем, как обычно. То есть выглядит оно у нас следующим образом. Бездонность с кровью, шлем и молот. В принципе, изи-бризи. Ну, берем еще две Скарлетт, чисто для кровотока. На самом деле, просто мне надо прокачивать более слабым персонажам подвиги, потому что более сильных они уже давно прокачаны. Я думаю, даже там у всех, кроме Нуба Сайбота, кроме Шансунга, кроме Скарлетт Холодной Войны, ну и, возможно, кроме Смоука. Прокачаны подвиги на фулл воспитания. Хотя у Смоука, может быть, уже все на фулл прокачано. Ну, сейчас посмотрим, насколько будет урон отличаться у Мелина от, как сказать, по сравнению с Каном. Ну да, урона реально больше стало. Это благодаря молоту гнева, который дополнительные криты добавляет. И не только благодаря молоту, но и благодаря прочим разным другим штукам. Тем более тому, что особая особая атака возросла о том, что критов больше из-за шлема Шаукана и, соответственно, молота гнева. Хотя не намного больше, потому что там у револьверов идет 45, по-моему, процентов бонус крита, а у шлема вместе с молотом там идет, по-моему, то ли 65, то ли 60 процентов криту. То есть там не намного больше. К тому же, я не помню, родная снаряга Кану дает ли ему вообще шанс к криту или к смертельному удару. Вроде бы нет. Я на самом деле соскучился по новым испытаниям. Уже сколько лет прошло? Я не знаю, наверное, чуть ли не 3 года прошло, как не было испытаний. Последнее было точно вот как минимум 2 года назад. От испытаний, которое вышло в игре. Но не считая, конечно, испытаний на уже существующих персонажей, которые абсолютно ничем не отличались, и они не были вообще каким-то особым нововведением. Я имею в виду испытания на классическую Мелину, скорбную Китану и ядовитую Девору, когда их сделали персами испытаний. Типа это новые испытания были, хотя персонажи-то были старые, которые уже всем были давно известны. Поэтому как бы такое себе, что на них добавили испу. Лучше бы добавили какого-нибудь нового персонажика и на него испытания провели. Чисто чтобы, я не знаю, там, новички хотя бы порадовались новой, новому челику. А то вот сейчас разрабы все, что делают, это просто новый алмазный персонаж, новый алмазный персонаж, новый золотой персонаж за донат, алмазный за донат проходит только там, я не знаю, минимум полтора месяца, минимум появляется пак с этим персонажем, после донатных паков, соответственно. То есть в начале, как только персонаж добавили в игру, полтора месяца его только за деньги можно купить, причем за огромные деньги. Там начиная, если золотой персонаж, что, не знаю, рублей 900, за 20% шанс выбить золотого персонажа одну карточку. Вот. А алмазные персонажи, они еще дороже стоят, по-моему, по 1200 рублей за нулевое слияние, как бы. В чем прикол, только непонятно. И вот только и делают, что, не знаю, режут шансы на паках все время, все меньше, меньше, меньше. Сейчас вот уже в некоторых паках, знаете, там по 2-3% на алмазку идет, и это как бы вообще смешно. Даже с самого старта игры, вообще с самого-самого-самого-самого старта игры, самый низкий шанс на алмазку, он считался прям капец вообще, каким низким, это было 7%. То есть вы выбивали алмазную карточку шансом 7%, и это прям было почти нереально выбить. Алмазного перса считалось, типа, ой, как сложно. Сейчас ты смотришь на эти 7%, и говоришь, чё-то там, блин, на шансунга 4%, блин, в паке. Или 5, сколько там, или на какого-нибудь, знаете, пак с классическими ниндзя, где на рептилию, блин, 1 или 2% шанс выпадения классического. Так, ну поехали далее. Кто тут у нас? Кенша, старший бог. Неприятный противник, потому что имеет неуязвимость с критическим ударом. Его приходится бить, так сказать. Да вот, вот пролаг сейчас был какой-то непонятный, у меня автоматически, короче, как вы видели, сбилась комбо, вот чисто из-за пролага. Так, давайте я первый спецприём здесь заюзаю, потому что иначе бараками не начнёт атаковать, потом он стащит. Ещё тут длинная комбо смотреть на полтора часа, пока он его сделает. Поэтому желательно его сначала так добить и пойти к финальному бою за Милинку. Комбо от Кап Джонни Кейш предать не станет, дух Ермак. Ну окей, такая команда, так такая команда. Что там, пониженный заряд силы ограничений или чё? Походу, да. Да, но я вижу, что сила чуть-чуть медленнее копится, чем обычно. Особо, кстати, это ограничение на бой не влияет сильно. Ну так, знаете, чуть-чуть совсем. Она сейчас быстро же накопит первый спецприём, может мне и снарягу сломать, надо от неё сразу избавляться. Урон у нас бешеный, поэтому в этом никаких проблем нет. У нас с вами очередная победка, и мы отправляемся с вами next матч, скажем так. Сейчас я только заменю отряд, и мы продолжим. Ну вот так вот, собственно, у нас будет выглядеть следующий наш отряд. На Рептилию я, кстати, поставил не совсем обычное снаряжение. Там идёт револьверы, потом этот, как он называется, шлем шаукана, потом штык, и последним предметом ещё идёт нож Кану. Чтобы наносить максимальное количество урона с обычных атак. Можно было, конечно, вместо штыка взять сосуд крови Скарлетт, а вместо револьверов, ой, не револьверов, а вместо ножа Кану взять молот гнева. В таком случае. Ой. Да-да-да, всё правильно сказано. Не, вместо револьверов. Вместо револьверов взять молот гнева, вместо штыка сосуд крови Скарлетт. Хм. Ну, тогда было бы мало критов, и не было бы усиления урона от основной атаки особо большого. Ну, был бы, но такой, посредственный. А так у нас почти каждый удар сейчас будет критом, и при этом будет наносить на 40% больше урона и плюс на 50% больше урона от базовой атаки. Обычно я всегда такое снаряжение оставлю на классическом рептилию, ну, во многих случаях, потому что ему очень сильно не хватает урона от базовых атак. Раньше вот он нормально дамажил, а уже с каким-то, не знаю, вот в каком-то из обновлений, причем не таких давних, а более таких близких обновлений, то есть буквально когда там, вот когда, может быть, режим выживший добавили или что-то в этом духе, они очень сильно понерфили рептилию, и он стал дамажить очень посредственно, как для алмазного персонажа десятого слияния с неплохими статами, его урон, ну, смешной. И считайте, без снаряги, он там дамажит по тысяче, по восемьсот, по две тысячи хп за удар, но это несерьезно, совершенно для алмазки. Даже тот же Рейден, блин, больше урона наносит. Это вот сейчас он дамажит нормально, потому что ему снаряжение подходящее поставил. Но на нее все равно оглушение не работает, потому что она его заблокировала, абсолютно не влияет никак. А я не помню, у Кабала Крэшинг Плоуа, но при вот в этой мини-игре набивается. Сейчас проверим. Не, не в этой, видимо. Возможно, у него в каком-то другом другой способ для набивания этой темы. Давайте еще один. Первый. А, у меня пробой блока почему-то работает. А почему у меня пробой блока работает? Вот, неважно. Я не помню, этот спецприем, он пробивает блок или нет? Да, пробивает. Хорош, тогда значит, у меня есть большая вероятность убить Девору Ядовитую с одного удара. Да, так и есть. Неприятно, конечно, заменила Соня на рептилию. Ой, точнее, рептилию заменила на других персов. Пришлось посражаться за Кабала. Так как у меня оба Кабала достаточно низких слияния, почти за них не играю, поэтому играю за них криво. Сори, он сразу говорю. То есть, я просто за них не играл из-за того, что, ну, мне не пригождалось никогда за них играть на таких низких слияниях, когда у меня уже, ну, есть несколько алмазок, скажем так, десятого слияния. А так вообще, как персонаж, Кабал достаточно неплохой. О, Ермачевский, здравствуйте. Интересно, если на Ермака поставить метку с базовой атаки, то он взорвется или нет? Или он не будет взрываться, а будет чисто, знаете, умрет спокойно, без взрыва. Видите, не успеваю ее даже ни защиту поставить, ни что-то другое. Но зато завершающий комбо-удар, просто одну комбо если я провожу вне блока, то противник с вероятностью там 90% умирает. Главное, чтобы криты прокнули. Но там очень маленький шанс на то, что они не прокнут, потому что, как я и говорил, у меня стоят револьверы 45% криту, у меня стоит шлем шаукана, который дает там, по-моему, еще 35% криту, то есть 35 плюс столько, это мы уже получаем 35 плюс 45 80. А, ну подождите, и штык еще 20-ку дает, ну тогда получается 100% крита, то есть я не могу не критануть обычным ударом, получается. То есть это в любом случае убийство любого противника с одного комбо, если, конечно, блок пробивается. Ну, естественно, первыми ударами, потому что последний наносит 20 с чем-то тысяч урона, и как бы противника примерно с ракет, может быть, по здоровью, поэтому не всегда он будет добивать, но таких вот, знаете, вот этого перса я точно не добью сейчас, во-первых, потому что была слабая комбо, ну а вот с этим пацаном, да, с ним уже гораздо проще справиться. то есть все еще зависит от перса, то есть алмазный он, золотой, насколько у него много здоровья, и, соответственно, пробью ли облок. Ну, естественно, какие-нибудь еще там скорпионы по рождению ада, кенши, старшие боги, они просто не будут получать критический урон от персонажей, соответственно, их придется бить дольше. Ну и просто там, знаете, какие-нибудь жирные персы вроде классической Мелины, какой-нибудь там Тани Предательниц и прочие, типа Сони Блейд, любой практически Сони Блейд, кроме обычных золотых, я имею в виду золотых испытаний, то есть Комбо Кап либо классическая. Ну, то есть любые персонажи, которые заточены на большое количество здоровья, они будут выживать, скорее всего, эту комбинацию. Длинную у Рептилии. Ну вот у Эрона маленький запас здоровья, я уверен, что я его добью сразу же. Вот Соню даже тоже, может быть, добью. Нет, вот смотрите, видите, Соня выжила, но она выжила, правда, против более слабого комбо. У Эрмака тоже не очень высокий запас здоровья, я думаю, я его добью сейчас, да. Даже с более слабого комбо, которое меньше урона наносит. Вот почему я ставлю такие предметы, когда играю за Рептилию. Я просто война фракций, чтобы он хотя бы хоть как-то дамажил, потому что без этих предметов его урон, ну, очень смешной, скажем так. А через одни спецприемы за него не поиграешь, они не так, чтобы много урона наносят, ну, кроме второго, но второе еще накопить надо, как бы. Давайте возьмем здесь Ронина Китану, Китану Дня Мертвых, нам же там вроде не Китана, а Девора нужна была, да. А также возьмем себе Мелину классическую, ну и наденем, соответственно, такой же пример снаряжения, как мы надевали на Мелину пронизывающую. То есть, это будет молот гнева, это будет шлем Шелкана, и, конечно же, пробой блока, который позволит нам сильно сократить время боя. 80 тысяч атаки, здорово! Как говорится, нормально так атака у этой, у Мелинки поднимается. от снаряги. Просто так было 70 тысяч, добавил снарягу, бац, 80 тысяч, здорово! Это больше, чем у рептилий с молотом гнева, если я не ошибаюсь. Я имею ввиду алмазного рептилии, конечно же. Очень сильный сам по себе перс. самый сильный из тех персонажей испытаний, судя по статам, я говорю чисто по статам, а не по комбинациям, там, пассивке и так далее. Хотя пассивка у нее тоже хорошая, комбинации, в принципе, средненькие, привыкнуть можно. Если долго поиграешь, потом можно ей легко очень брать 12 побед, допустим, выживание, вообще не запариваясь ни капельки. Один из самых легчайших для взятия 12 побед персонаж в выживании. За счет, по большей части, своей пассивки и бешеного количества статов. То есть, и включая урон, и здоровье. Ее там ничто убить не может. Даже Люкан, Темный Император какого-нибудь десятого слияния, с ней мало что может сделать. Ну, соответственно, если вы хоть какое-то снаряжение поставите, которое будет, не знаю, либо усилять ее здоровье, либо усилять ее урон, и хоть что-то надо на защиту брать. Потому что, если все-таки вам попадется действительно раскачанный с кучей топовой снаряги Люкан, то он может и вынести одним спецприемом вторым или первым. Но на этот случай можно еще и контрить Люкана такими штуками, как Источник жизни Блейза, как его Опустошителем. Но Опустошитель работает не всегда, только с 80% вероятностью, поэтому желательно все-таки использовать Источник жизни Блейза в этом случае. Хотя на Фатальную Башню редко кто использует вообще топовое снаряжение на персов. Там чисто, знаете, играют все уже остатками снаряжения, которое осталось после прохождения обоживания на Боге. Да-да-да, 3700 чем-то монет, это я все понял. То есть, как вы видите, за Милинку проходятся бои просто одно удовольствие, очень быстро, очень легко и вообще не запарно. И, наверное, когда я буду проходить последнюю башню, то есть пятую, я буду играть в основном одним персом. Я могу, конечно, сыграть несколькими персонажами, но это надо все время переставлять снаряжение и как бы на количество потраченных душ это абсолютно не повлияет, мне кажется так. То есть, буду просто играть одним персов и менять ему команду. То есть, двух других докидывать чисто так на рандоме. Я вообще-то блок сейчас прожал. У меня столько времени было, чтобы блок прожать, неужели? Я не успел это сделать до удара противника. Это был вообще какой-то мега-быстрый матч, но оно и понятно, тут у противников было всего по 30 тысяч здоровья, у кого-то даже меньше. То есть, дали мне трех ложков таких, знаете, не особо сильных в противнике. Так что, в этом плане не особо удивлен. Так, ну поехали разберемся дальше. У нас сейчас против Соня, оперативные сотрудники. Ваншот, ванкил. Давайте закидываем первый еще. Ну, еще первый. Видите, вообще прям за одно удовольствие играть за Мелину, конечно. Хорошая сборка на нее, вот именно с увеличением атаки, критами. То есть, у нее изначально очень большая атака от ударов, а я с молотом гнева она поднимается еще до небывалых высот каких-то. Так, ну сейчас играем последний матч за Мелинку, потом останется отыграть за Шаукана и получается еще за кого. Кто там еще был из внешнего мира, я что-то не посмотрел. А, и последний это тоже вроде Мелина, только уже алмазная. Хищная Мелина. У нее еще больше атаки, можно ей вообще прям забафать атаку, по самой не балуй, можно сказать. На нее столько всего напялить можно, что это жесть будет. Будет настоящий монстр-убийца. Так, на, получай, расписывайся. Ну и давайте еще Эрона добьем. Ну такое, они уже более-таки жирные стали противники. Я хочу, знаете, попробовать сейчас попробовать попробовать Мелине максимально возвысить атаку алмазной. Посмотрим, что из этого выйдет. Я немножко другое снаряжение поставлю, потом расскажу какое. Мне просто интересно, сколько у нее будет статов при максимальном усилении атаки. Сейчас сделаем. Ну вот как-то так, 92 тысячи атаки и 148 тысяч здоровья, но это учитывая, что она всего девятого слияния, а не десятого. Но она уже имеет за счет, ну кроме Шелкана, самый высокий показатель по атаке. А если я ее апну потом в будущем на 10-е слияние, она мне кажется среди всех моих алмазных персов будет иметь самый высокий показатель атаки. Даже возможно больше, чем Скорпион МК-11. потому что насколько я помню Мелина считалась и возможно еще до сих пор считается самым персонажем с самым высоким количеством урона в игре. Ну по статам в смысле. Снаряга на ней если что стоит сейчас секунду ну хотя вот судя знаете по базовым атакам что-то они не особо больше они даже меньше значительно чем у Мелины классической хотя по сути снаряга немного чем отличается то есть стоит здесь молот гнева на ней стоит шлем Шелкана штык соответственно и получается еще клинки Мурамаса которые дают дополнительную атаку дают дополнительную атаку дают дополнительные пробой блока ну и по-моему там еще то ли криты чуть-чуть увеличивает то ли что-то еще дают не помню или этот бонус разблокируется только на десятом слиянии у меня не до сих пор не до сих пор как это сказать их нельзя же выбить сейчас пока нету башен поэтому и говорю что типа они у меня не десятого слияния но в принципе урон то нормальный то есть с одного комбо можно вынести если будут работать криты интересно через блок я смогу добить противника или нет спецприемом да вполне то есть урона более-менее хватает то есть последних трех ударов идет чисто уже 48 тысяч урона примерно или больше даже ну грубо говоря давай скажем 50 50 тысяч урона с последних трех ударов и перед этим еще несколько ударов делается что же это делается то братцы так ладно против нас сейчас милинка только немножко другая минус раз есть хорош ну конечно дублер блин как же без дублера жить в этой жизни на получай 17 тысяч урона еще получается 80 плюс 30 110 110 и 110 еще плюс 166 276 плюс ну короче около 300 тысяч урона со второго спецприема вне блока идет примерно так поехали дальше Aaron Just Scorpion что-то блин одни и те же противники мне встречаются постоянно в каждом бою хоть бы не знаю какое-то разнообразие было так против нас с вами Aaron Black давайте от него сразу избавимся дальше минус Scorpion сейчас уже урон как-то знаете посочнее идет разыгралась милина милина а то раньше было по 8 по 12 еще урона сейчас уже вылетает по 20 и больше нормально пойдет так так и у нас последний бой безоружия это по-моему значит что не работает снаряжение у наших персонажей то есть естественно все вот эти криты все бонусы к здоровью вся вот эта дичь она не будет работать сейчас на милине достаточно новое ограничение очень редко встречается в испытаниях но иногда встречается вот допустим в данной в данном случае снаряжение у нас недоступно соответственно из-за этого пробивать блок противника не будем урон у нас как видите посредственно весьма хотя смотрите иногда криты даже прокают давайте я быстро сейчас добью соню классический так предлагаю замениться на эрона пока что пока у нас хотя бы хотя бы добить пассивкой так давайте я просто сделаю здесь вот так чтобы добить кану на получай немножко урона можно было из-за эрона добить но зачем если есть милина да благо противники были не очень серьезные типа с ними легко можно справиться даже по на персонажах достаточно низкого слияния то есть тоже третье слияние эрона в принципе зарешало так ну и сейчас оставляем финальный отряд я думаю для начала мы возьмем с вами шалкана возьмем с вами такого персонажа как скорбную китана и возьмем с вами коталькана бога солнца также давайте мы немножко заменим здесь снаряжение у шалкана ну то есть не заменим а добавим то снаряжение которое мы с него снимали и ставили на других персов ну и погнали в первый бой зачем я добавил китану вместо гора сейчас увидите то есть по сути у персонажа противника имеется больше 40 тысяч здоровья и это дает им неуязвимость ну не неуязвимость я как сказать если я буду попадать первым спецприемом вне блока точнее наоборот не вне блока а в блок то они не будут умирать как бы я сильно этого не хотел потому что у меня там в блок максимальный урон в районе 27-30 тысяч идет от первого спецприема даже с персонажами которые усиливают шалкана максимально скорбная китана даст мне четвертой шкалу силы я смогу просто заканчивать каждый бой тремя вторыми спецприемами подряд вот таким вот образом и со стопроцентной вероятностью выигрывать каждый бой и убивать каждого перса с двух ударов потому что от второго спецприема уже урон во первых он не блокируемый то есть это идет через захват противник не может никак заблокировать или вернуться от этой атаки ну может типа увернуться но с маленькой вероятностью и заблокировать может если это какой-нибудь там саб-зиро триборг или куанчи чернокнижник который воскресит кого-нибудь засранца но как подсказывает мне опыт игры в это испытание здесь не было ни чернокнижников ни джейсонов ни саб-зиро которые великие мастеры воскрешаются то есть здесь воскрешающихся противников нет поэтому можно со спокойной душой просто ставить китану в отряд и все потом мы китану уже на последнем бое когда будем с боссом сражаться заменим снова на гора ну и будем сражаться с боссом я пока не знаю сколько у него там статов сколько у него тысяч атаки сколько у него тысяч здоровья поэтому пока не имею плана как я буду его убивать через рентген или через спецприем но я думаю если у него будет больше двухста тысяч здоровья я использую наверное все-таки рентген подлагнул а не успел сто процентов набить но тут без разницы в самом деле хоть ты вообще не набивай нисколько процентов все равно урон будет смертельным даже при минимальном уроне на любом абсолютном персонаже неважно пусть это алмазка пусть это золотой перс если это веснаша противника в испытании он никогда не имеет столько статов чтобы пережить второй спецприем шаукана еще никто не выживал даже если ни один крит не сработает и будет минимальный урон ну и в общем-то вот таким вот нехитрым образом мы проходим с вами последние два боя и отправляемся на босса тут собственно ничего сложного в этом нет тем более у противников тут даже нет никаких знаете истощений или поджогов или прочего так как мастера одиноборс просто не встречаются на практически ну разве что вот же был кенши там один раз случайно в какой-то башне в каком-то бою я нажал несколько раз на спецприем одновременно его активировал сразу же сразу же отменил и поэтому меня успело ударить соня так окей в принципе здесь победа очередная получаем мизерный запас золота ну хотя бы хоть как-то восстанавливаем наш потраченный запас золота но идем на последнюю битву с командой противника потом останется конечно еще босса завалить если у гора будет больше 200 тысяч здоровья то проще его будет рентгеном убить чтобы он точно ничего не успел сделать потому что если у него будет больше 200 тысяч здоровья то очень большая вероятность того что вторым спецприемом я его не заваншотаю даже вместе с гора и котелем в отряде если прям смертельный удар не прокнет а с крита я наверное вряд ли его добьем разве что с двух критов но два крита что сработает шанс там 70% это не такой высокий шанс ну и добиваем последнего из противников и отправляемся на битву с боссом но если у него будет там 1180 я наверное все таки со второго спецприема его завалю там уже гораздо выше шанс то что я смогу заваншотать противника потому что у меня примерно 200 тысяч урона идет примерно от второго спецприема в среднем так что сейчас посмотрим 184 ну тогда да тогда я не буду наверное бить его рентгеном а чисто со второго спецприема попробую бить давайте мы возьмем здесь гора вместо скорбной китаны чтобы увеличить урон от спецприема все равно больше двух вторых спецприемов нам точно не пригодится и то два это в самом плохом случае если у нас вообще ни одного крита не прокнет со второго спецприема ну если крит прокает со второго удара в связке второго спецприема то есть тут два удара наносятся сначала удар по голове вот такой вот ну все это уже труп тут даже если не крит анет сейчас все равно его убью да видите как я говорил то есть в среднем идет где-то около 200-210 тысяч урона от второго спецприема может больше вылететь может и меньше вылететь но в среднем где-то 200 200-210 так забираем свою награду именно небольшое количество душ ну и отправляемся с вами в финальную башенку это собственно Джонни Кейдж или Девора пятая башня самая сложная будем играть за Джонни Кейджа ударной группы поэтому поехали мы должны очень быстро пролететь эту башню с Джонни Кейджа ударной группы потому что перстоповый должен очень легко всех разносить и очень быстро так но для начала мне нужно убрать фильтр на внешний мир он мне не пригодится также подрубим пока фильтр на бронзовых персонажей ставим себе сюда Джонни Кейджа Ниндземима также убираем больше нам не пригодится бронзовый фильтр ставим серебряный фильтр и ставим еще получается либо Девору либо Джонни Кейджа но Джонни Кейджа меньше атаки поэтому его ставим у Девора видимо чуть побольше Да, так и есть. И нам нужно взять сейчас Джонни Кейджа ударной группы в отряд. Так, ставим его. Ну и деваем самую стандартную сборочку на него, которая только может быть. Это, в принципе, молот гнева, шлем шаукана, бледная татуха и, соответственно, какой-нибудь пробой блока. Блин, вот еще хотелось бы, конечно, сюда вот еще бы, блин, запиндерить этот, как он называется. Как эта хрень-то, блин, называется, забываю все время. Штык. Штык еще бы запиндерить еще пятым предметом, но, блин, слотов ограниченное количество. Это надо жертвовать бледной татуировкой, если пожертвовать бледной татуировкой, от базовых атак будет мало урона, но зато они будут критическими. То есть, по сути, это чуть-чуть будет, наверное, послабее все-таки. Немножечко совсем, но послабее. Хотя, конечно, такое. Хотелось бы попробовать эту тему все-таки как-нибудь. Но, как видите, это вообще изи. Блин, вот обязательно было тебе сейчас не пробивать блок противника? Ну, урон, как вы видите, достаточно сочный. От базовых атак больше урон может быть у спецназа, разве что только, наверное, у Джонни Кейджа в Комбат Кап. И то только в определенных ситуациях. То есть, если там будет Кейси в отряде, если будет там какой-нибудь персонаж, который усиливает Джонни Кейджа и так далее и тому подобное. То есть, если будет еще та же Сонни Комбат Кап в отряде. Которая добавит шанс Крита и, соответственно, бонус к атаке будет дополнительный. Тогда, да, тогда Джонни Кейдж в Комбат Кап может атаковать с более высоким уроном. Но так как у нас требования только Джонни Кейджа и Деворы, соответственно, никакой Сонни мы взять в отряд с вами... Ну, никаким образом не можем, к сожалению. До свидания. 102 тысячи урона меня, в принципе, более-менее не устраивает. Ну вот сейчас мы будем в основном играть все матчи с вами за Джонни Кейджа и ударной группой. Это будет прям изи-изи. И это будет очень быстро. Мы пролетим эту башню буквально за считанные минуты. Но все равно некоторое время у нас это займет. Конечно, это да. Погнали разберемся еще с Сонькой сейчас по-быренькому. Еще один первый. Здесь лучше заблокироваться на всякий случай. Ой, что-то я дропнул комбо. Ну ладно. Надо было провести завершающий комбо удар. Тупо его заваншотил бы, скорее всего, этим ударом. Потому что у Випа очень небольшой запас здоровья. Он вряд ли может выжить. Так, и мы потратили энергию двух других персов или нет еще? Да, уже потратили. Джонни Кейджу за душу восстанавливаем энергию. Не придется несколько душ нам потратить на этот бой. Возможно, достаточно большое его количество. То есть порядка 20 может быть больше. Посмотрим. Ну и возьмем давайте еще Девору серебряную. Теперь уберем фильтры на серебряных персов. Они нам больше не пригодятся. И будем добавлять чисто эти. К этому на следующее Девора по силе идет Пчелиная Матка или кто-то. Или Джонни Кейдж какой-нибудь. Королева Улья идет, да. Королева Улья берем сюда. Ну и в принципе поехали на следующие три боя. Потом заменим Джонни Кейджа серебро и... Ой, не Джонни Кейдж серебро. Девору сереброй и Джонни Кейджа... Ой, вот и Девору серебро и Девору Пчелиную Матку. Оно же Королеву Улья заменим на... Этого. На двух Джонни Кейджей золотых. То есть Випа и Дублера. Ну, чтобы хоть сколько-то душ сэкономить. Не постоянно одному отряду восстанавливать энергию за души. Может, должны все-таки сами остаться хоть в каком-то плюсе. А так, по сути, если одним отрядом сыграть, то есть им надо сыграть 10 раз. Из них 9 раз придется восстановить энергию, если, типа, души тратить на восстановление энергии. То есть 9 на 3, 27 душ идёт, если ты играешь чисто одним отрядом в эту башню. А так, миниаперсов, мы сэкономим себе, ну, несколько душ. То есть придется потратить, допустим, не 20 душ, да, а... Ой, не 30 душ, а 20, к примеру. На самом деле, меня в основном пугает босс, который он будет на последнем бою. Насколько он будет сильным, то есть сколько они ему добавят атаки, непонятно, опять же. До свидания. Ну, тут даже особо не нужно использовать спецприёмы, даже несмотря на то, что у меня заблокировали спецприёмы, я мог использовать второй уже на Кану. Но так как Кану сдыхает буквально за пару секунд, ибо он обычный золотой Кану, то, соответственно, он не сможет противостоять прессингу Джонни Кейджа. Идём дальше. Милли на вампир со старший бог Кенши, бог грома Рейдена. Вот это неплохая команда, потому что, мало того, что Джонни Кейдж... Ой, вот и не Джонни Кейдж, а как его... Кенши даст себе неуязвимость критам, и, соответственно, мы будем меньше урона по нему наносить. Так он ещё и Рейдену даст эту же способность. То есть по Рейдену из-за того, что он тоже старший бог, тоже не будут проходить криты. Или подождите-ка, или он что-то другое даёт старшим богам. Но, по-моему, он делится частью своей пассивки с ними. То есть на Миллину, видите, не действует, потому что она не старший бог. А вот на Рейдена, да, видите, криты не работают просто. Ну, я думаю, всё равно здесь первого спецприма будет достаточно, да. С него 63 тысячи урона, если не в блок идёт. Поэтому более-менее. Так, ну чё у нас там дальше? Так, восстанавливаем снова энергию нашему Джонни Кейджу и добавляем двух Джонни Кейджов в отряд. Нам нужно с вами Джонни Кейджа випа и дублёра. Так, сначала дублёр, потом вип. Где он у нас? Вот он у нас. Ну и продолжаем. Потом добавим, получается, двух Девор и потом добавим последнего Джонни Кейджа. Вроде бы у нас один Джонни Кейдж остался, да, если я не ошибаюсь? То есть, Джонни Кейдж есть один серебряный, один золотой, два золотых из наборов за 150 душ, один из испытания золотой и один алмазный. То есть, шесть Джонни Кейджей. И получается... Девор у нас вообще четыре штуки всего. То есть, одна алмазная, одна из пака за 150, другая из испытаний и одна серебряная. Вот, вот эта, кстати. Соня Блейд алмазная пошла. Наконец-то пошли алмазные противники. Ну, она выживет, конечно. Но они и сможут использовать спецприёмы, потому что мой первый спецприём истощил её на полную... Полностью истощил её силу. Или почти полностью. Алмазки, конечно, ещё могут кое-как втанковывать первый спецприём в блок. Да даже золото может втанковывать урон в блок. То есть, так как у нас получается четыре Деворы и десять... Ой, какие десять? Шесть Джонни Кейджев. То есть, всего десять персонажей. Соответственно, мы можем сэкономить себе... Если Джонни Кейдж... Ну, порядка где-то там девяти душ. Где-то так, да. То есть, мы потратим с вами не... Те... Тридцать... Двадцать семь душ, которые должны, а потратим на девять меньше. То есть, примерно получается двадцать семь минус девять... Восемнадцать душ. На восстановление энергии персонажам. Я бы мог, конечно, за рекламки смотреть. Мог бы там менять потом персов, когда у них энергия восстановится. Но... Я не хочу этим заниматься. Поэтому я просто потрачу восемнадцать душ и не буду париться на этот счёт. Ибо нафиг надо. Заниматься вот этим вот анонизмом. В виде постоянного переключения персов. Уже, так сказать... Раньше я так делал, но потом понял, что, ну... Этого не стоит. То есть, то время, которое ты тратишь на просмотр реклам, которые могут не прогрузить. Там игра вылетает постоянно. После просмотра реклам. То есть, это всё такое себе. Лучше уж заплатить немножко души и не париться с этими вещами. Тем более, что требует не так много душ. Всё равно ты получаешь больше... Больше за прохождение. Чем тратишь. Намного больше. Несколько раз. Давайте мы возьмём следующих персонажей. Ну, как я и говорил, сейчас у нас пойдёт две Деворы. Так, я одну из них вроде бы пропустил. Или нет? А, нет, не пропустил. Это рептилия был. Тогда возьмём... Ведём сюда, сюда, сюда. Дальше, дальше. Ну, вот одна Девора. Вот вторая Девора. Всё готово. Поехали с вами в следующий матч. И потом одну из Девор просто заменим на Джонни Кейджа ударной группы. И будет, в принципе, изи-бризи. Я вот думаю, только какую алмазну менять или золотую? У золотой, в принципе, атаки больше. Но алмазной больше здоровья. Ну, и тем более, она алмазная. У неё там первый спиц-приём не блокируемый. Возможно, её стоит оставить. Так, добиваем Эрона. Нифига себе, ты быстрый, конечно, братан. Я не попаду. Слишком далеко противник от меня находился. Слишком далеко от меня противник нахудился. Так, ещё одна победка. Зашибись. Ну, и, собственно, тратим последнюю энергию последних персов. Дальше уже только восстанавливать за души её. Ну, ещё, конечно, Джонни Кейдж у нас остался один. Как бы он один. Второго топирса уже нету. И, соответственно, мы тратим ещё души постоянно на... Джонни Кейджа ударной группы. По одной штучке за каждые три боя. Пока что. Потом будем уже тратить по три души, восстанавливая всем. Персонажам от трети энергии. Ух ты, она выжила. Ой, нельзя блокировать Кано. Я отпустил блок, но он почему-то не отпустил его. Понимаю. О, нифига себе. Я Кано пробил через блок. Неплохо. То есть, нанёс ему смертельный удар через блок. Неплохо. Ну, у него было, видимо, очень мало статов, поэтому мы, в принципе, его так легко завалили. Но четыре ляма мы, конечно, вряд ли к концу башни поднимем. Но, может быть, два и девять поднимем. Хотя, может, и четыре поднимем. Фиг его знает, сколько там дают золота. Я особо не обращал никогда внимания. Там, в последнем бою, вроде бы, пятнадцать дадут тысяч. Ещё за повторного перса дают. Там, двадцать семь, что ли, тысяч. Золото. Поэтому, два и девять точно поднимем. А вот два и... А вот три и... Три ляма, я не знаю, поднимем, не поднимем. Нифига себе, ты толстый, конечно, братан. До свидания. О, смертельный удар на сто восемьдесят пять тысяч рона с первого спецприёма. Понимаю. Так, хорош. Ещё очередная победка. Двигаем дальше. Надо будет сейчас заменить отряд. Добавил, собственно, Джонни Кейджа Комбат Кап. Оставил... Решил оставить золотую Девору, не алмазную. Не знаю почему. Просто атака мне больше прерогативна, чем здоровье. Потому что мало ли будет какое-нибудь ограничение на случайную замену. Или будет какой-нибудь Тремор, Соня Блэйд, Комбат Кап. Либо же... Будет там, не знаю, Люкан какой-нибудь классический. Блокировать мои спецприёмы. Придётся меняться на перс. Хотя, с другой стороны, у меня урон от базовых атак выше. У Джонни Кейджа, поэтому... Не так-то и важно даже, если чё-то там заблокируется чем-то. Или кем-то... Спецприёмы там, или ещё какая-нибудь дичь. Ну, это разве Комбат Кап Соня только может стать некоторой проблемой. До свидания. Опять же, изи-бризи, изи-вин. Двигаем далее. Ну, одно удовольствие играть за Джонни Кейджа ударной группой. Это очень быстро и очень легко получается. Так, следующий бой против нас. Такида. Такида. О-о-о-о-с. Давайте добьём его сразу. Блин, ну я даже не успеваю блок поставить. Ничего себе быстрый застраниц такой. Давайте ради разнообразия второй спецприём используем. Может быть, через блок успею добить противника. Он чё, блок отпустил или как? Почему ему... Сначала он заблокировал первые удары, а вторые почему-то уже нет. Ну, последующие. Там не было надписи, что пробой блока осуществился, да и нет снаряжения у нас, которое позволяет нам пробивать спецприёмами блок на Джонни Кейджа. Странная тема, что всё-таки это противник зачем-то отжал блок, но, типа... Как хочет, не знаю. Вот, кстати, вампир Шамилена один из немногих таких неприятных персов, потому что у неё почему-то очень высокий запас здоровья в испытании. Хотя бы я не сказал, что она обладает каким-то, знаете, большим запасом здоровья, даже на 10-ом с Лене, 60-ом уровне. Ну, типа, средний запас здоровья у неё такой. А вот в испытаниях почему-то и делают прям очень много здоровья и зачем-то более высокие уровни. Ну и плюс она танкует урон неплохо. То есть ей меньше урона наносится, чем другим персам. Не знаю, с чем это связано. Вроде бы её пассивка никак на это не влияет. Ну вот вы сами видите, да, вот как она выжила сейчас. Ни один бы золотой перс не выжил, она, блин, выжила. Вот здесь сравним даже с Скорпионом Энжастис. Ну, конечно, плохое сравнение, но тем не менее. Вот он отлетел от одной комбинации буквально на Изи. Она выжила каким-то образом. Так, ну и теперь нам всё, что остаётся, это уже тратить души по максимуму. То есть по три души на каждые три боя. И впереди ещё пол башни. По три души на, получается, пятнадцать боёв. Это пять боёв по три. То есть пять на три, пятнадцать душ. Как-то так. В принципе, мелочь. Я не думаю, что это особо как-то зарешает. Давайте через первые спецприёмы завалим последних двух персов. На Изи, так скажем. Это Джонни! Детка! Поехали с вами дальше. Огненные кулаки Люкан, вампир Шамелина, Кенша Старший Бог. Чё-то это Кенша Старший Бог и вампир Шамелин очень часто встречаются. Как противники. В этом испытании. Так, ну Люкан, скорее всего, от одного комбо погибнет, даже если... Ну, если я, конечно, пробью его блок сейчас. Да. Всё, до свидания. А, ты же выжил как-то? Как ты это сделал? Так, Мелину сразу добиваем. Она не блокирует атаку, поэтому с ней будет разобраться проще простого. Здесь, к сожалению, меня Кенша перебивает, но я его сейчас добью через первый спецприём. Хоть и криты не работают, но мы видим, что он не блокирует атаку. И, соответственно, из-за этого у нас проходит максимальный урон от первого спецприёма, но без крита. А это 67 тысяч, что является, ну, большим запасом, чем максимальное здоровье... Большим уроном, чем максимальный запас здоровья Кенши. Поэтому шанса выжить у него нет. Если бы у него было там, я не знаю, 1080, может быть, он бы и выжил. А у него так 50 всего. И то это максимальный запас, мы ему ещё снесли до этого немного здоровья. Так, у нас с вами следующий бой против Кану. Окей. Классику сразу добиваем. Блин, наверное, он такой быстрый, я никогда не успеваю его перебить первым и даже блок поставить. Блин, чё-то я нафейлил здесь с комбинацией. Но вроде бы успел ударить его вторым спецприёмом. А ударил вторым, потому что, если бы крит не прокнул с первого, хотя это очень маловероятно, потому что там чуть ли не 100% крита у нас, ну, решил перестраховаться и всё-таки использовать второй. Опять же, делаем то же самое. Ой, это гадость, вот этот сим-джейт, но мы сможем её легко убить через базовые атаки. У нас базовые атаки с критами, с бешеным уроном. Конечно, я не смогу самый высокий урон вносить с завершающими комбоударами, но я думаю, мне базовых атак хватит, чтобы нанести ей смертельный дэмэдж. Смертельный, не в плане смертельного удара, а смертельный в плане фатальный. То есть, до того, как она сможет чё-то мне сделать. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Минус ермак. Давайте сразу завалим Эрона. Ну и дальше просто без завершающих комбоударов, без спецприёмов, забиваем джейт. Давайте изи. Много урона слишком, она не может танковать. Даже несмотря на то, что она алмазная, это последняя башня и уже более высокие такие бои. Мало чем может сделать против нас... Ассасин джейт. Так, а мы двигаемся сами к следующему бою. Ронин Токеда, старший бог Кенши и Ронин Кенши. Уже две алмазки идут, причём из одного отряда. То есть, мне кажется, что мы, возможно, встретим с вами на 29-м бою какую-нибудь команду из трёх Ронинов. Вполне вероятно. Либо, возможно, там будет два Ронина и какой-нибудь ещё алмазный перс, не связанный с ними. Возможно, та же Джейт. Ну, посмотрим. Блин, Токеда жирный, ещё и криты не получает. Это у него пассивка, что ли, такая вместе? Он же вроде не является старшим богом. Или это... Вполне возможно, Ронин Кенши как-то даёт уменьшение шанса неблокируемых атак и шанса критического удара у меня. Либо тут... А, тут, наверное, ограничение на... То, что снаряжение не работает. Мне так кажется. Сейчас проверим по урону. Да, видите, урон у нас стал ниже по Кенши. То есть, скорее всего, здесь было просто отключено у нас снаряжение. Снаряжение в этом бою. Это был 20-й бой, видимо, получается. Как-то так. Сейчас мы проверим мою теорию. Если это был 20-й бой, то значит я понял, в чём дело. Это было огранич... Да, это был 20-й бой. И он был, скорее всего, с ограничением у вас не работает снаряжение. Потому что я не мог пробить блок Токедой. Я не мог нанести... Часто не мог наносить Крит-удары. Так что, скорее всего, да. Я всё время забываю. Револьверы дают не 45% Криту, а 45% неблокируемым атакам и 35% Криту. Так, поехали дальше. Сразу добиваем с вами Кану. Затем ещё одного Кану. Пробиваем блок Сони и добиваем её через первую спецуху. Изи-бризи. Всё как по маслу. Очередная уверенная победка. Ну и ещё я проверю запись буквально на пару секундок, и мы продолжим. Так, ну вроде всё пишется. Я восстановил энергию персом, поэтому поехали дальше. Ещё минус 3 души, потом ещё будет минус 3 души, и последний раз будет минус 3 души. То есть, осталось ещё вот по 6 душ буквально потратить, и испытание будет пройдено. А так у нас до конца башни буквально 9 боёв осталось, уже меньше 1 трети боёв осталось до конца. И будет пройдено всё. Тут у нас с вами Скорпион Холодной Войны. Я не помню, кстати, какая команда получает либо пониженный урон от ударников, либо повышенный урон по ударникам. Какой из отрядов. Я помню, что там такая градация, что, типа, определённые отряды, типа, отряд ударников силён против какого-то другого отряда, но при этом какой-то другой отряд силён против отряда ударников. То есть, я не помню, какой именно отряд. Может, это как раз Ронины. А может быть, это и не Ронины, фиг его знает, я не помню. Может, ассасины больше наносят урона ударникам. Может быть, этого... Ну, кто ещё? Холодной Войны персонажи. Либо, я не знаю, там, Круготени. Ну, кто-то сильнее против ударников. Вот кто, я не помню. Ну, и также ударники против кого-то сильные. Я тоже не помню против кого. Возможно, против персонажей из преисподней, может, против того же Круготени. О, смертельный удар на 24, прокнул ещё на 16 смертельный. Нормально. Ну, и добиваем Иллину. Нас каждый матч в среднем занимает около... от 5 до 10 секунд. Это как бы... В этом и сила Джонни Кейджа, ударной группы. То есть, за него очень легко, очень быстро и очень просто играть. Ну, насчёт просто, не совсем уверен. Вот, допустим, если вы играете в Воживании, там потребуются некоторые навыки игры за Джонни Кейджа. Потому что просто нажимая кнопку атаки и проводя свайпы, играть так хорошо не получится, ибо Джонни Кейдж ударной группы достаточно тоненький персонаж. Его очень легко пробить другим противникам. И за него приходится играть более аккуратно. Тем более, у него радиус атак ограниченный стал. Раньше он мог бить прям с огромного расстояния, и как бы... А сейчас ему радиусы так немного снизили, поэтому надо бить прям в упор. То есть, вы можете просто промазать и первым спецприёмом, и обычными атаками, если будете просто так наугад бить. Не, вообще... Тайминги не запоминаю, скажем так. Блин, зачем я отменил удар? Непонятно только сейчас. Нифига себе, я успел ещё и заблокировать её атаку. Нормальная тема. Так, минус Джейд, и добиваем Джонни Кейджа. Интересно, какая же будет всё-таки алмазная команда против нас? Ну, мне кажется, всё-таки будут Ронины с примесью какого-то третьего перса, либо чисто Ронины будут. Тоже такое возможно, в принципе. Так, ещё раз тратим три души на восстановление энергии. Ну и потом, последний раз тоже придётся их потратить. Ничего не поделаешь. Ну, точнее, можно поделать, посмотреть рекламу несколько раз, но я не хочу. Нет-нет-нет, уж спасибо. Это, как я и говорил, лишнее время, это лишняя морока. Реклама может закрыть игру, то есть из-за неё игра может крашнуться, может ещё слететь программа записи, может... Ну, там, короче, много чего может случиться. У них реклама работает всегда через жопу. Игра может вылететь просто, знаете, закрыться во время просмотра или после просмотра рекламы. Так, на, получай. Добиваем. Ну и теперь добиваем уже Скорпиона. Первым мы его не добьём с одного, потому что он блокирует, и у него уже много... Большой запас здоровья, поэтому придётся использовать ещё второй спец. Приём один. Ну, а так, в принципе, мы уже на финишной прямой. Осталось буквально 4 боя сыграть против команды и затем уже добить босса. Ну, не добить, а убить. Так, против нас с вами Токида. Снова Токида. Токида всё время мне напоминает, что, возможно, будут как раз таки Ронины. Так, давайте я первый спецприём на Мелину потрачу. О, в этот раз Сатиран не стал меня бить, а почему-то в блок ушёл. Обычно он сразу начинает атаковать. Странная тема. Сейчас поставлю на загрузку бой и пойду запущу фотошоп на компе, чтобы превьюшки сделать для новых видосиков. После того, как запишу этот видос. Так, ну и я ставлю на загрузку и сейчас приду. О, я здесь. Чё, тут ещё не загрузилось? Вроде бы пока нет. Но в скором времени должно сейчас загрузиться. Фотошоп пока открывается. Как раз-то запишу видео. Он запустится, там всё прогрузится и так далее. Так, давай. Теперь Ронин Кенш. Здорово. Так, сюда. На, получай просто. Блин, жалко криты не работают, конечно. Так, давай я всё-таки первый спецприём здесь заюзаю. Я понадеюсь, что добью его с первого спецприёма. Да, нормально. То есть вот смотрите, что бывает, если вы играете просто на пофиг за Джонни Кейджа. То есть может произойти вот такая фигня. Специально сейчас промазал, чтобы показать вам. И точно так же может произойти и не только с спецприёмами, но и с обычными ударами. Если просто бить на пофиг и не высчитывать моменты. Я, кстати, 25-й бой прошёл с ограничением и даже его не заметил. Что там за ограничение было? Сейчас пока идём против Джейд снова сражаться. И двух каких-то ложков. Ну вот, кстати, если у босса будет там в районе 300 тысяч здоровья, то против него лучше, конечно, использовать второй спецприём, а не первый. Но если у него будет около 200, и... 200, 220, я, наверное, буду его первыми спецприёмами всё-таки бить. Джонни Кейдж быстрый, поэтому Джейд не успевает его даже ударить. Она даже не успевает начать ударять его, не говоря уже о том, чтобы попасть по нему. Так, ну и добиваем Соню классическую. Классический Соня Блэйд, точнее. Добиваем персонажа по имени Классический Соня Блэйд. Господи, когда они уже переведут нормально? Господи, неужели локализаторам так сложно исправить эти ошибки? Они уже несколько лет существуют, и никто их не исправляет. Сколько уже обновлений вышло? Могли бы хоть ради одного запариться. Так, Ронин Кенши, Холодная война Соня Блэйд, Холодная война Скорпион. Странно, здесь отряд Холодной войны на 29-м бою, и один персонаж из отряда Ронинов. Я ожидал, что будет больше персонажей Ронинов, чем Холодной войны, но да ладно. Минус, конечно, в том, что у них сейчас щит будет у всех. И на двух персонажах, не считая Ронина, он не пропадет. Его придется сбивать, либо же убивать их через базовые атаки. Неприятно, конечно, но я думаю, тут даже необязательные спецприемы, то есть чисто для истощения в основном. Потому что, мне кажется, противники просто не смогут прожить прессинг от базовых атак. То есть Ронин вообще отвалится за пару секунд. Вот эти вот, конечно, подольше поживут, но... Давайте все-таки я собью щит, заодно истощу я, чтобы она первый спецприемный мне не использовала. Сбиваем щит снова в очередной раз, чтобы он не использовал, опять же, первый спецприем. Он, кстати, может ему восстановить себе щит. Ну да, это как бы изи. То есть 17 секунд я потратил с данной мне минуты на этот бой, учитывая, что у меня иногда просто не срабатывал пробой блока, так бы еще быстрее было. Ну это был легкий бой, достаточно. Получаем 15 тысяч монет. Ну да, 294, то есть 3 ляма я все-таки не нафармлю никак. Ну и отправляемся на финальный бой, 210 тысяч здоровья, почти 50 тысяч атаки охренеть можно просто. Атаки у него, конечно, до жопы. Причем у него, по-моему, усиленный рентген идет, и урон постоянно усиляется. То есть я могу на самом деле отлететь от его рентгена. Если особенно он им два раза его использует, я могу реально погибнуть. Ну то есть мой Джонни Кейдж может погибнуть. Что бы на самом деле не хотелось. Ну как пойдет, так пойдет. Давайте посмотрим. Как я и говорил, если у него 200 и 220 тысяч здоровья, я буду использовать первый спецприем, а не... второй. Поэтому просто... Ну это было изи. Он даже ни одного удара не попытался нанести, не говоря уж о спецприемах или рентгене. Это была легкая победа. Ну и на этом испытание у нас пройдено. Давайте заберем наши финальные награды. Уже. Что у нас там за награды? Ну как сказать, я знаю, что там за награды. Это персонаж испытаний просто и души. Души 100 душ за прохождение пятой башни и за прохождение всего испытания. Бешенство тигры Гора, который превращается у нас 54 души и 27 тысяч монет. Итого мы получаем с вами 11 и 48 тысяч душ и монет я не успел посмотреть сколько. Чистая победа. Поздравляем даже уровень сложности. Старший бог покорился вашей невероятной силе. Вы победили очень многих на своем пути, но не волнуйтесь, их души не пропадут даром. Наслаждайтесь своими наградами. 2,97 ляма по голде. Вот сейчас уже вижу. Ну... О, халява. Ну и на этом, собственно, тогда пока что я буду заканчивать. Вам тогда получается огромное спасибо за просмотр. А с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. И мы еще обязательно увидимся. На этом пока что все. Пока-пока.